здравствуй мир здравствуй добрый человек друзья всем привет мы на канале вот так мы опять в аэропорту только что приземлились и вы будете смеяться но мы снова вернулись поддаю мы не будем снимать теперь опять в паттайе новые выпуски для вас все так и начинается мы прилетели в утопау это аэропорт который находится рядом с паттайой что очень удобно потому что ну чтобы не тащиться с банкока до 2 часа здесь мы за 40 минут будем уже на джамс егер так что если у вас будет возможность то вы можете тоже где-то прилететь в утопау очень удобно все мы быстро получили багаж сейчас идем такси брать и едем на джам те граб у нас что-то не работает вообще пришлось брать официальное такси а стоит значит нам 100 ой господи 1000 бат до джам тьена но у нас а конди будет находится в самом конце джам тьена поэтому принципе нормальная цена потому что когда мы улетались тапау мы ехали с тоже с джам тьена с второй улицы на грабе у нас также получалось 1000 бат так что принципе цена нормально почему не знаем почему но смотрите цена на грабе вылезла две две тысячи триста пятьдесят потому что граб здесь запрещен и мне кажется что они делают какие-то всякие такие возможности что чтобы люди не пользовались а пользовались официальным переводчиками именно аэропорта аэропорта мы приехали на наш любимый фуд спорт когда мы здесь живем ну преимущественно питаемся здесь потому что здесь цены нормальные и как бы и качество еды нормальная поэтому дешевые ну не дешевые нормальные в общем сейчас что-нибудь закажем себе покушать и будем будем наслаждаться поеданием еды что будем есть решили взять себе суп короче здесь такая тарелка там вермишель пшеница пророщена и курица и очень вкусный бульон стоит шестьдесят 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 бат так вот так выглядит наш суп видите вермишель отростки там еще какая-то зелень курица еще мы взяли себе спринг-роллы мы всегда берем потому что они вкусные но это не по карточке да а по наличные да кэш так что все будем сейчас кушать потому что давно уже не ели вкусной китайской еды в этот раз мы здесь решили заселиться в комплекс который называется люмпини много о нем слышали читали очень он популярен среди наших соотечественников и выбрали вот такую квартирку обошлась она нам тысяча тысяча с чем-то тысяч сорок рублей за ночь вот и смотрите квартира вот такая не очень большая значит здесь сразу прихожая и кухня и телевизор висит и гостиная в общем и зачем-то стоит рояль это самое главное потому что мы выбирали квартиру нам было обязательно чтобы присутствовал рояль комната со спальней такая кровать большая очень красивый вид из окна на сиамский залив и шкаф шкафу тоже есть вешалки какое-то барахло идем теперь дальше ванны туалет не очень большие туалет прям сразу и ванну вот сюда но не ванна душ холодильник как я уже говорил кухня рояль телевизор большой чтобы нам удобно было работать и балкон потому что мы всегда стараемся выбирать квартиру с балконом такой балкон здесь кстати есть стиральная машина что тоже очень хорошо и вот такой потрясающий вид из окна ну и не за окна с балконом но знаете какой огромный минус почему-то мы часто уже с этим сталкиваемся в последнее время зачем-то они на балконе выносит все вот эти вот блоки от кондиционеров и когда включаешь кондиционер в комнатах у нас там их два в спальне и вот здесь в гостиной то здесь находиться вообще невозможно здесь просто очень жарко владельцы квартир ставьте куда-нибудь кондиционеры в другое место чтобы люди могли наслаждаться и вашими балконами в том числе что вот такой комплекс это наша квартира сейчас мы вам покажем еще то что есть на территории поэтому не переключайтесь идем гулять по комплексу люмпини мы приедем на шестой этаж здесь находится бассейн здесь на территории центра комплекса два бассейна один на шестом этаже и второй на внизу у нас мы сейчас здесь кстати говоря смотрите здесь еще есть гимнастический зал жим до беговыми дорожками что тоже очень хорошо вот бассейн по карточке потому что лифт работает тоже по карточке то есть вы сюда не доедете если у вас нет ключа этого электронного а и обувь оставляйте при входе и записаться надо на ресепшене во сколько вы пришли и ваш номер где вы живете в принципе это хорошо с точки зрения того что лишних людей здесь не будет можете спокойно в безопасности отдыхать мы сейчас уже не сезон в патаре точнее начинается сезон дождей поэтому народу здесь не очень много но мне кажется что вот когда сезон не кажется я его знаю на сто процентов потому что это очень популярная кондик и здесь очень много людей и том числе наших соотечественников очень мало здесь лежаков я не знаю они выставляют дополнительно или нет но вот этого количества конечно не хватит и я знаю как наши любят отдыхать прийти с утра положить полотенчик и потом ближе к обеду только вернуться поэтому это сто процентов что вот этого количества лежаков здесь не хватит ладно а теперь бассейн бассейны такой прикольный вода на баке приятно не знаю прыгнет мы спустились уже с бассейна который на шестом этаже здесь смотрите есть читальный зал там книжки стоят здесь несколько корпусов мы живем в корпусе b сейчас корпус а и такая вот территория она не очень большая но прогуляться до моря тут и вообще я не знаю сколько две минуты пешком какая территория еще море рядом самое главное на территории кстати запрещено курить если вы курите есть специально отведенные места для этого в принципе сейчас по всей птае запрещено курить в общественных местах для этого есть специально они ставят такие урночки либо убирают подальше от кафешек в общем да борется за здоровый образ жизни короче мы пришли на второй бассейн здесь есть рядом кстати говорят небольшой барчик пиво стоит большое 65 вообще ну недорого потому что во всяких кафешках и вообще в ресторанах при бассейне всегда ценник задирают а здесь очень даже гуманно вот так выглядит второй бассейн вот так выглядит второй бассейн сейчас мы вам покажем и он сразу видите через дорогу уже ой начинается море классно сегодня у нас правда отлив жуткий какой причем видно даже земля выступила из моря но в принципе сейчас уже так как не сезон поэтому народ там вообще практически не купаются все либо сидят в бассейнах либо ну то есть так вот чтоб купающийся в море мы очень мало видели людей но все равно отдых есть отдых даже если вы приедете в мае какая разница все равно отдыхайте и наслаждайтесь даже несмотря на погоду загорать все равно можно загорать и обгорать даже можно загорать и обгорать даже можно здесь в этой вот и beat я сейчас